Сдай кровь, подари любовь. По таким девизам прошла акция от Ассоциации молодых доноров Украины. Истории добровольцев и советы врачей в сюжете Юлии Прабачай. Ежедневно сдать кровь на станцию приходит до 60 человек. Ассоциация молодых доноров провела отдельную акцию ко дню Святого Валентина. Полученные материалы доставят в городские больницы. Если раньше приходили в основном мужчины, то сейчас практически количество мужчин и женщин сравнилось. Мы увидели, что увеличилось количество значительных людей со средне-специальным и высшим образованием. То есть люди идут добровольно. За каждым участником акции стоит личная история. Многие сдают кровь регулярно. Когда-то много лет назад у меня мама была на операционном столе и нужна была кровь. И вот так вот чужая кровь ей спасла жизнь. С тех пор я сдаю кровь. Первый раз сдавал жене на роды. Сказали через полгода прийти на повторное. Пришел. В Украине разработали сайт Донор.юэй. В общей базе можно завести электронный кабинет, индивидуально отслеживать даты сдачи крови. Также, если в городе есть человек, который нуждается именно в этой группе крови, то донору приходит уведомление о том, что он может прийти и сдать для конкретного человека эту кровь. В Одесском центре переливания крови мы встретили Павла Компана. Заслуженный донор Украины скоро отметит 65-летний юбилей. На прошлой неделе я приезжал сюда, я сдал 237 сдач крови. Это уже поверх 190 литров. Это за какой период времени? Это за 43 года донорства. Если вы решили стать донором, у вас на месте проверят документы, отведут на прием к терапевту и возьмут анализы. Перед основной процедурой обязательно угостят печеньем и соком. Врачи настоятельно рекомендуют заранее изучить памятку донора крови. Утром обязательно завтрак. Очень многие люди приходят на голодный желудок. Это неправильно. Потому что вы идете отдать кровь. Вы должны выпить побольше чая. Можно сладкого. Нету никаких противопоказаний по поводу сладости. Галеты, хлебцы. Всем участникам акции организаторы вручили сувениры. С одесскими донорами общались Юлия Пробочай, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.